Стена строящейся многоэтажки на пересечении бульвара Молодой Гвардии, улицы Фрунзе, обрушилась на многоквартирный дом, который расположен рядом, буквально в нескольких метрах. Маму вытащил, племянника тоже вытащил. Когда они здесь находились, вот это все падало сюда. Он видит, что летит все. Он меня с собой заслонил, и на него вот эти рыбы, все. В этой квартире 64-летняя Галина Пугачева жила со своим внуком. Говорит, в ту ночь ничего не предвещало беды, как вдруг раздался сильный грохот. Стена соседнего многоэтажного дома пробила крышу ее квартиры. Разрушенные материалы обвалились прямо на хозяев. По словам Пугачевой, тем, кто был дома в этот день, чудом удалось избежать трагедии. Но психологическая помощь, говорит женщина, им не помешает. Я соскочила и кричу, Артур, Артур. Он соскочил, кричит. Я говорю, дай руку. Ничего не видно, как будто вот пыль такая стоит. Ничего не видно. Я руку-руку протягиваю, поймала его и бежим. А на нас все вот это вот падает. После обрушения Пугачева ее внука из-под обвалов вытащили соседи. Они позвонили в МЧС, в скорую помощь. Медики, говорят, очевидцы, приехали спустя час после звонка в 103. Ну а 28-летняя Нуркеса Абдулдаева обратилась за медицинской помощью спустя день. По словам девушки, после случившегося всю ночь она не могла прийти в себя. Говорит, что ее сильно тошнило. В момент обвала части строительных материалов попали в голову. Хотела уже лечь, спать. Мне утром надо было ехать. Я вот тут стояла. На меня все посыпалось. И я упала. Но я, слава богу, сознание не потеряла. Сразу встала. Поняла уже, что происходит. В тумане все было. Но я поняла, что происходит. Дверь открыла. И то. Не просто так дверь открыла. Я прям вышибала дверь. Потому что никого не было. Все спят в это время. Примерная площадь обрушенной кровли из шифера составляет 105 квадратных метров. 8 квартир оказались в непригодном для жилья состоянии. Семьи были эвакуированы. Сообщается, что они временно будут проживать в другом месте. По словам местных жителей, обрушилась стена 12 этажа, которая была возведена 25-килограммовыми газоблоками. Сообщается, что строящийся дом из 15 этажей возводит компания Ки-Джи Восток Сервис. Согласно базе данных Министерства юстиции, одним из ее учредителей является депутат Джугур Кукинеша Джусуп Кургунбай Уулу. Жители рассказали, что парламентарий не раз приходил к жильцам в надежде провести переговоры. Он приходил несколько раз. Было бы хорошо, если бы депутат попросил прощения. Нардеп купил здесь одну квартиру и не хочет никому продавать. К нам приходят представители других строительных компаний. Но из-за того, что одна квартира не продается, они не хотят покупать наши. Сам парламентарий пока не комментирует случившееся. Позже депутат на своей странице в фейсбук рассказал, какое он отношение имеет к строительной компании, на объекте которой обвалилась стена. Он написал, что был одним из учредителей компании Ки-Джи Восток Сервис, но передал свою долю в доверительное управление с момента получения мандата. В настоящее время, как выяснилось, управляет компанией Ченебек Толгубаев. Наши квартиры уже почти распроданы. Примерно 80-90%. Депутат ранее был учредителем этой компании. Потом компанию возглавлять начал я. Я уже переговорил с жителями. Но собрать ту сумму, которую они просят за такое короткое время, невозможно. И к тому же наши учредители находятся в России. За один-два дня решить такую проблему невозможно. Надо минимум 15 дней. По словам главы Бишкекского управления архитектурно-строительного контроля, их ведомство контролирует лишь 12-этажные дома. Если больше, то рассматривает уже другой госорган. Впрочем, чиновники признают, что при строительстве этого объекта ряд требований не были соблюдены. Сейчас нами была создана рабочая комиссия с поручением директора. Здесь очень много вопросов. Это, ну, как предоставлены документы, законно ли выдано, охранная зона соответствует, пожарные нормы соответствуют, по СНИПУ все соответствует или нет. Таким образом, когда я был на месте, получается, с западной стороны, со стороны молодая гвардия, между домами только 3 метра. По словам местных жителей, поврежденный двухэтажный жилой дом был построен в 1954 году. Тогда, говорят, было 40 комнат. До происшествия здесь проживали 34 семьи. Ну, а на строительство многоэтажных жилых домов компания получила разрешение два года назад. В прошлом году были разбирательства по поводу того, были ли эти документы получены законным путем. Пока ответа нет. Говорят, что идет расследование. Дело находится на рассмотрении Ленинской районной милиции.